Итак, мы приступаем. У меня сегодня цукини, но можно использовать и кабачок, а также можно и баклажан. Тоже будет вкусно. Одна штука, которую мы должны с вами хорошо помыть, потому что будем использовать его вместе с кожурой. Помыли, обрезаем у него края, кончики. И далее разрезаем цукини пополам вдоль по его форме, чтобы получить вот такие вот две одинаковые равные половинки. Далее, следующий наш шаг. Так, обратите внимание, что как только вы его разрежете, если у вас достаточно жарко, сразу начнет появляться жидкость. Но мы будем выводить из него еще больше жидкости. И для этого мы делаем диагональные, неглубокие надрезы с той стороны, где у нас мякоть. То есть с обратной стороны от кожуры. И мы сделали диагональные отрезы в одну сторону и затем в другую сторону, чтобы получить вот такой вот узор из надрезов. Теперь, после того, как мы на обоих половинках сделали надрезы, мы берем соль, любую у меня розовую гималайскую, можно совершенно абсолютно обычную. И буквально несколько щепоток у меня ушло. На одну половинку две и на другую половинку две щепотки, то есть четыре щепотки. Посолили со стороны надрезов, ну так вот распределили соль равномерно, то есть натерли обе половинки и кладем. Желательно так, чтобы было расстояние между поверхностью и самим цукини, чтобы стекала жидкость, капала, стекала вода. Настаиваем вот таким вот образом цукини в соли на протяжении 20 минут. За это время мы берем с вами чеснок, два зубчика. Будет, в принципе, достаточно, можно чуть больше. И чеснок мы нарезаем с вами тонкими пластинками, ну так как если мы готовили, например, пасту. Укроп у меня две веточки, можно взять совершенно абсолютно любую зелень, петрушку или еще что. И я вот отделяю от толстых палочек сами вот эти тонкие веточки укропа, промываю их и откладываю пока в сторону. Теперь по сечении 20 минут нам нужно отжать жидкости аккуратно. С цукини мы давим на каждую половинку по бокам аккуратно, чтобы у нас середина стекала вода. И вы удивитесь, сколько ее будет много. Делаем это ковры аккуратно, то есть сильно давить не нужно, она и так легко будет стекать. Берем вот его со стороны кожуры и по бокам вот так вот надавливаем. После этого нам нужно будет обсушить цукини. Мы берем кухонное полотенчико, бумажное или какое, и обмакиваем его, как бы вот так вот обсушиваем. Теперь берем сковороду, заливаем на нее оливковое масло, 3-4 столовые ложки. В данном случае использовать лучше всего именно оливковое масло. Туда закладываем нарезанный нами чеснок, масло и начинаем чеснок жарить на тихом огне вот в этом оливковом масле до золотистого цвета. Мы обогащаем масло вкусом чеснока и сам чеснок будем использовать тоже. Мы его обжарили, вынули из масла, отложили пока что его в сторону. И вот в это масло мы помещаем цукини стороной с надрезами, где мы делали надрезы вниз в масло. И жарим цукини с этой стороны на средне-тихом огне около 5 минут. Периодически прижимаем цукини к сковороде кухной лопаткой, чтобы оно красиво у нас с вами обжарилось до такого золотисто-коричневого цвета. Затем по стечении того времени, когда мы достигли нужного цвета, мы переворачиваем цукини на другую сторону и добавляем сливочное масло. Где-то пол чайной ложки нам будет с вами нужно. Добавили сливочное масло и равномерно его распределяем на сковороде вокруг цукини. Удобно вот спатулой, там лопаточкой, так просто по кругу поводить. И готовим цукини еще 2 минуты, переворачивая с одной стороны на другую, чтобы целиком покрыть его вот этим сливочным маслом, чтобы оно как бы таким-то слоем обволакивало его. После этого, собственно говоря, наше блюдо практически готово. Нам осталось только посыпать черным перцем, порошком по вкусу. Буквально, может, две щепотки и сервируем. При сервировке посыпаем сверху обжаренным прежде чесноком, который мы использовали для обогащения масла, вкуса. И также посыпаем сверху свежей зеленью, нарезанной там укропом, петрушкой, кинзой, чем нравится. Он сам по себе хорош, но можно подавать его, например, со сметанным соусом, соусом на основе йогурта, крем-сыром и даже тертым сыром посыпать. Приятного вам аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Подписывайтесь на наш канал!